В общем, дружным составом три человека мы стартанули от Горьковской, через Петроград, сейчас поедем на набережную, а там уже Сестровецка и так далее. Продолевает ветер и встречное движение, а еще ремонтные работы и всякое говно, мы наконец-то вырвались на велодорожку. Никогда такого не было, и вот опять мы едем по обочине, по встречке, и мы этим не гордимся. Только что героически приобрели в дебильную развязку Скана в Горской, мы въехали в Сестровецке, где нас будет ждать кофе-брейк, а судя по настроению Николая, может быть даже и кургер-брейк. Итсбургер тайм! Мы в Сестровецке решили сделать перерыв на перекус. Потому что вот, допустим, Арсений с утра не жравши. Лиза хотела кофе, а я вообще не дрог пожрать. Обуреваемый голодом Николай позовел нас на заправку. А на заправке бургер-бинк. Что интересно, через буквально метров 300 ездить непосредственно в город Сред, ну то есть ехали-то мы там, но там пришло еще. Александровская, Тарковка и так далее. Разлив, опять же, где шалаш и сарай Ленина. Вот. И там в Сестровецке, на самом деле, довольно много ездит пожрать, в частности, прямо на въезде в город есть KFC. Но, Николай решил сбокуфить. Ну и боя не было. Перегусили. И выехали на дорожку в Сестровецке. Сестрыка за Желеногорск поедем, повел дорожку. Сегодня будний день. Великая возможность проехать на дорожке, когда там никого нет. А выходы сюда лучше не ехать. Мы ехали-ехали и приехали в место, где Приморское шоссе выскакивает в море. На самом деле нам предстоит еще ночевка на берегу моря. Вот. Но все равно здесь очень красиво. Да, нам сообщили, что мы идиоты, но мы не виноваты. Мы ехали там, где можно было ехать. Я сообщил тем, кто нам сообщил, что мы идиоты, что нам вообще, в принципе, похер. И это был контраргумент. Мы все-таки попали на велодорожку в Песке. Благодаря стойкости, отваге и полному презрению правил дорожного движения вот этим синим рюкзачком. А, блин. Мы выяснили, что там ехать не 20 километров, как мы думали, а 40. И Николай сказал, что не поехал, он никуда не поедет. И устроил прямо. Топорнули в магазин. Крайний магазин перед стоянкой. А вот и Катюня, бро. Привет, Катюня, бро. Где я тебя поглажу? Ой, хороший кот. Хороший кот маленький, да, маленький пушистик. Хороший пушистый кот. Это точка, которую Макс нам предложил как лагерь. Здесь очень красиво, но есть один огромный минус. Вот в той стороне стоит очень-очень много людей. У них есть музыка и они очень сильно орут. У них есть музыка, алкоголь и усилитель. Видимо, желание тусить всю ночь. Поэтому мы будем искать, как бы нам от них вот изолироваться. Ну, здрасте. Я очень надеюсь, что эти хулиганы как-то поставили вас в известность о том, что происходит. В общем, если нет, то мы едем в ПВД. Кто не в курсе, ПВД это путешествие выходного дня. Вот туда едем. Сегодня пятница и так уж вышло, что мне пришлось задержаться на работе ровно до конца рабочего дня. Представляете, вот такая фигня случилась. Поэтому сейчас вот 8 вечера я стартовал из Питера. Мне надо как-то быстро-быстро проехать 100 километров. Найти ребят, где они там встали. Короче, блин, во что-то я ввязался в дикое. Короче, много снимать не буду, буду топить и много пить. Надеюсь, догоню. 30 километров проехал, то есть примерно 1 треть. Солнце садится, но сейчас у нас тут, так и сказать, белые ночи. Поэтому я надеюсь, что плюс-минус по светлому доеду. Я на себя напянул все светоотражающее, что есть, что я надеюсь, все будет хорошо. Вот. Конечно, очень обидно, что все пошло по жопе. Но, как нас учат Руслан Верин, если все пошло не так, как вы планировали, значит, что-то должно было случиться. Так что пусть лучше идет так, как оно случилось. Как-то так. Кто не знает, кто такой Руслан Верин, пишите в YouTube Руслан Верин и смотрите офигеннейшие приключения. Темнеет постепенно, а четче сменил с красивых на прозрачно-желтые. У этих минус они потеют. Поэтому, ну, такая тема не очень удобная в некоторых ситуациях. Ну, да ладно. Потому что те хоть и прекрасные не потеют, но у них темненько становится. Вот. Вот. Где-то 40 лет отмахал. И еду дальше. Сейчас надо найти где-нибудь. Перекусить заправку. Хочу хот-дог. Но я ел последний раз в 4 часа. Это и 6 часов назад. И не бог весть, чем вкусный. У меня как будто груз прям тянет к друзьям. Фух. Сейчас две минуты. Передушка и дальше топить. Хорошо иду. Вряд ли, конечно, до полуночи успею, но очень постараюсь. Время полдвенадцатого. Примерно тридцать восемь. Ну, короче, около сорока километров мне еще до ребят. Ну, понятно, что до полуночи я уже нифига не успею. Ну, где-то часам к двум ночи, я думаю, приеду. Нету подсветки. Особо как бы ничего не видно. Ну, есть как бы небо светлое. Горизонт темный. В голове начинает говорить Валера Рогозин. Что-то опять ему там Америка снится. Хрень осталась. Сейчас через пару километров водички попить. Еще двадцатку навернуть. Приехать. Поспать. На природе. Я ведь почти отказался сегодня ехать. Пришел с работы вымотанный. Чисто нервно вымотанный. Думаю, да ну нахер. Но еду. Еду. Пошла такая дорога с фонарями. Освещенная. Ехать повеселее стало маленько. Хоть и так не темно, но все равно как-то напрягает. Такая недостаточность в том, что видно впереди. Сейчас еду повеселее. Как-то спокойнее что-ли. Вот так вот. Виды наверно плохо, но я доехал. Все, спать. Дольше искал где они тут поселились, но нашел, что все. Спать. Я тут как царь его дворца сижу, ем. Погода. Погода, может быть, не даст нам все три дня насладиться путешествием небольшим. Что вполне возможно, сегодня мы и закончим. А может нет. Посмотрим по погоде. Но прогнозы очень неутешительные. Вот. Так что пока едем, как пойдет, тех знает. Каковыляли до Приморска. Едем не спеша, хотя надо бы. У нас там будет Виктор. Ждать очень долго в Советском. Вот. Ну тут ремонт дороги. Поэтому едем ни шатка, ни валка. Ну то есть и шатка, и валка, и вообще жопа местами. Так норм. Прибыли к основной достопримечательности города Приморска. Вот она. Большая, здоровенная кирха. Очень красивая. Из-за того, что это довольно специфичное строение в нашей стране. Это считается, на мой взгляд, более интересным объектом, чем любая другая церковь. Найсем. Приморск заканчивается. Мучим в Советск. Где нас ждет Виктор. Чилить на пляжике. И музычка вот эта. Тарарарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам Мы с Арсением, он с ним, втопили своими темпами и уехали. Сейчас до Советска доедем, там нас уже ждет Виктор целый час, потому что пока ремонт дороги, ехали медленно, потеряли время. Плюс я немного накосячил с планированием, по-моему, там нам было больше, чем ему, и пошел немножечко расход. Рассинхронизировались. Ну и там же подождем отставших наших друзей. Примерно такой план. Прогнозы на ночь, к сожалению, очень такие себе. Поэтому, видимо, сегодняшний день. И второй, и последний в этом путешествии. Обидно, досадно, ну, блин, ладно. Мне очень хочется испытывать себя сильными дождями. Хотя можно, хотя нужно, но не хочется. Короче, что-то я накосячил с маршрутами для двухдневного и трехдневного. И мы маленько, чуть-чуть заблудились. Но сейчас мы нашлись, и все будет нормально. Да? Я не уверен. Да все нормально будет. Когда еще я ошибался? Ссылки в описании. Мы его встретили. Теперь ждем остальных. Марширочкой. Сколько ты нас ждешь тут? Полтора часа. Всего лишь полтора часа. А все почему? А потому что Макс ошибся на 10 километров. Я вкидываюсь пряниками. А, кстати, пряники там тоже. Их там продавцов, что ли? Что? Что? Что-то капает. Едем в Выборг. Врет все. Не капает, а не в Выборг. В Выборг. Не капает, но в Выборг. Капает, не капает? Не капает. Капает. Не капает. Не капает. Не капает. Капает. Выборок 10 километров. Фигня. Скоро будем. Это не мой. Не подпишись. Я отвечаю. Этот ЗОЖ покупал Макс. Макс-то зачем купил ЗОЖ? И подкинул его мне. Пролетай камеру.